Так, гитарный мошенник, спасибо большое за донат. Значит, там у нас 140 рубчиков с текстом «Ну щё, бахнем магии». Видос тут аж на 26 минут. Вот, соответственно, мы, ну, по бомжатскому тарифу, минут 14 посмотрим. Но это прям получается уже и так со скидосом край. Ну, а дальше, если кто-то либо захочет докинуть, либо, может, сейчас окажется, что сам гитарный мошенник захочет, либо окажется, что это хуйня, и это не смешно и не интересно всё равно. В общем, ну, посмотрим. Видос называется «Холодный яндерный синтез. Что это?» 2019 года, 21 ноября. Он «Это волшебство». Мэ сказал ошибочно Филоненко вместо Филимоненко. Спасибо тем, кто пишет комментарии, след лайки, подписывается на канал. Спасибо ещё больше, что заходите на стримы. Донатерам, ну, просто бесконечная, огромная самая благодарность. Давайте посмотрим. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы сегодня хочу поговорить с вами. Ну, вы уже поняли. Здравствуйте, дорогие друзья. Мэ. То есть у него всегда «Здравствуйте, дорогие друзья». И я ещё раз напоминаю для новоприбывших, что он сделал реформу русского языка и заменил ужасное слово «я», которое как бы означает «яд». Да, то есть «я» – это «яд», ребята. Нельзя говорить «я», нужно говорить «мэ». Вот, и он говорит «мэ». О холодном ядерном синтезе, да? Что это такое? Угу. Вот. Ну, это холодный ядерный… То есть это изменение. Даже не изменение структуры, да, какого-то вещества, а изменение самого вещества, какого-то химического элемента, другой элемент. То есть это то, как можно там со свинца сделать золото, да? Вот. Ну, в данном случае Мэ хотел сказать, напомнить это слово, откуда оно пошло. Это пошло от советского конструктора Филоненко был такой, там ещё 50-х годов. Ну, другой какой-то, окей. Вот. Ему удалось сделать холодный ядерный синтез. Вот. Ну, то есть сделать из воды, извлечь из воды тепло и так далее. Вот. Не используя, не используя, ну, методы, признанные наукой для ядерного синтеза, только не холодного, да? Для того, чтобы изменить структуру, ядерную структуру, элемент. В холодном ядерном синтезе не может жить морковь. Ну, да. Необходима температура 100 тысяч градусов. Вот. На солнце постоянно это происходит, ну, там, 15 тысяч градусов температура, но она под большим давлением ещё. Эта температура и происходит ядерный синтез. А холодный ядерный синтез это как раз то, что без температуры. То есть можно воздействовать там или электричеством или температурой, ну, температура оплавления так и так далее. То есть небольшой. Вот. Которое можно даже сделать в домашних условиях. Или воздействовать другими методами совсем как говорится посторонними. И ну для учёных это область фантастики. Вот. Хотя у Филоненко получалось. Ну, он был не признан. Его, как говорится, отстранили и не допускали больше к этому. Почему? Потому что химический, ой, да, химическим путём тоже. Холодный ядерный синтез это алхимия. Алхимики раньше добывали золото. То есть это алхимия. Это ну можно так сказать. И второе, да, и второе это самое настоящее волшебство. Для волшебника волшебник делает всё, что он делает, это с помощью холодного ядерного синтеза. Почему у Филоненко получалось? Почему они брали его методику, вот его технологии и у их ничего не выходило? А Филоненко делает получает. Понимаете? Ну они его отстранили, сами начали делать, крутили и вертили, а в них ничего не получается. Почему? Потому что гляньте на фотографию Филоненко в интернете и посмотрите это волшебник. Но он не знал о том, что он волшебник. Понимаете? Мы как специалист мы волшебник. Вот. Мы вижу сразу людей. И кроме того, что он как он воздействовал Филоненко, он даже не знал, что он все получается еще от одной добавки ко всему тому, ко всем этим химическим всяким реактивам, которые он добавлял. Самого главного эта добавка бывает только у людей, ну, немногих волшебников. Вот. Эта добавка это энергия самого Филоненко и его мысли. То есть, это самая главная добавка ко всем экспериментам по, как говорится, экспериментам, которые хотят получить холодный ядерный симптом. Вот. То есть, для того, чтобы это получалось, нужно быть волшебником. но я как специалист скажу, что недостаточно посмотреть на любое там магическое действие, там пусть это лечебная магия, пусть это бытовая магия, пусть это колдовство, пусть это ну, любое, которое существует в мире, мне достаточно глянуть для того, чтобы повторить это. Вот. Ну, мой специалист. Конечно, это все ядерный. честно, я, вот, ну, мне кажется, что лучшая реакция, которую я могу на вот это выдать, это просто сидеть и глазами хлопать и, ну, вот вместе с вами охуевать, то есть, пытаться это комментировать, типа, как-то, или, ну, тут мало смысла. ядерный синтез, которым пользуются такие целители там. Тут без 50 грамм не разобраться. Которые используют лечебную магию, то есть на атомы можно, даже не на молекулы, а на атом, понимаете, вот, а человек, это молекулярное существо, воздействовать, существует очень много вспомогательных материалов, вещей, которых можно использовать для холодного ядерного синтеза, который используют волшебный. Ну, например, вот вода, да, вот вода, вот обыкновенная калина, да, калина, символ Украины. Калина, она должна всегда расти возле дома, да, вот она, калина. Когда мы ложим в воду калина, калина, вот, мы положили воду калина, значит, в воде происходят мутации. Вот это уже, вот эта калина, она уже создает холодный ядерный синтез. Это вот пример. Ты, сука, положил ягоды в воду и у тебя произошел ядерный синтез. Мы вам сделаем отдельную лекцию по колынью. И вот она дает... Ты сделай лучше лекцию по этому, по закону, как я забыл, вытеснение воды. Типа она сейчас через края польется. Это в воде она дает красоту человеку, да? И еще там много дает. Ну, мы поговорим об этом в лекции. Вот следующее. Может быть, не следующее, но мы обязательно покажем эту лекцию. И вот смотрите, все, здесь уже ядерный синтез прошел. От колын. Старинные знания. Вы понимаете, вот какие волшебствия, используются не хим реактивы, не большая температура, не электричество. Обыкновенная вот, обыкновенная. Не, ну так и я могу наколдовать. Просто он говорит, типа, вот я, не я, он говорит, мой волшебник. Вот смотрите, сейчас я вам наколдую. Хоп, ягоды в воду засунул. Ну, вот вам большинство магия уже. Колына, да? Обыкновенная происходит. Ну что же, будем красивыми. Называется холодный ядерный синтез. Что это? Колына. Не, у него, ребят, вот для того, чтобы ворваться, я думаю, вот первое видео, с которого надо стартануть, ну и которое просто, в принципе, многие знают, просто дальше никто не углублялся, все остальное никто не смотрел и не, ну, или может быть смотрел, но не недовдуплился и не понял, в чем весь соков, весь кайф этого персонажа. У него есть видео, называется магия рептилий, вернее, если быть точным, магия рептилий. Вот это, это фильм про граффити, это прям фильм такой минут на 14, да, вот посмотрите обязательно, это вот то, с чего вообще надо, и лечение язвы желудка за три дня, тоже отличный видос, там, 500 тысяч просмотров, короче, какой-то воск, что-то какие-то шарики скатать, проглотить надо, трава, которая исцеляет все болезни, знаю я одну такую. дает, пожалуйста, холодный ядерный синтез, то есть изменяет структуру воды, но, не только, а дает красоту, но для этого нужно воду, для этого нужно воду, знать, где взять, когда взять, и как взять, это опять же неотъемлемая часть этого, и знать, как это делать, вот, хотя колына, сама это делает, она сама делает, дальше, с воды, ну, надо специально подготовить воду, охуенность, но, филонинка использовала, тяжелую воду, охуядерный пердин, тяжелую воду, ну, следует заметить, что это, очень умное решение, понимаете, умное, почему он использовал, именно, тяжелую воду, что такое тяжелая вода, тяжелая вода, это та, в которой нарушена, матрица, структура воды, то есть, матрица, которая установлена, короче, которая делает, установлена Богом, вот, вы знаете, свойства воды, вода может быть твердая, вода может быть, газообразная, вода может быть, жидкая, ну, газообразная, пожилая, жижа, дэп, 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 высокой температуре, она превращается в пар, Твёрдая при холоде, она превращается в лёд, вот, то есть тяжёлая вода, где нарушена матрица, первоначальная матрица, она держит, держит структуру воды, держит, это тяжело пробить, это, ну, как говорится, там находится бог в воде, который, ну, держит эту матрицу, или матрица, это частички бога, бог развит во всём, это мельчайшая частица, здесь нарушение пошло, да, нарушение за счёт ядерной реакции, и вода является тяжёлой водой, которая охлаждает ядерный реактор, в результате она получается тяжёлая, можно так сказать, даже больная, вот, и больная, она уже не держит эти свойства, с этой больной водой, она слабая, её можно, с неё делать, всё, что угодно, и её использовал именно филонинг, тяжёлую воду, куда у нас девают тяжёлую воду, там, допустим, Россия, она топит холодную, атомные подводные лодки, там ледоколы были, сейчас, не знаю, есть они или нет, вот, они топили холодную воду, затапливали в океане, в ледовитом океане, ну, каким образом, они просто-напросто собирали в ёмкости, а потом в одном месте их затапливали, эту воду, она, естественно, ложилась на дно, и, так, как говорят учёные, она не рассасывала среди воды, другой воды, она находилась на одном месте, в чём мы очень сильно сомневаемся, вот, почему? Это, получается, тяжёлая вода, какая? Не H2O, а H3O, понимаете? И эта тяжёлая вода, получается, за счёт, вот, того, что она охлаждает реактор атомный, она, то есть, нарушает законы химии, да, то есть, нарушается закон эквивалентности, что-то так, да, то есть, H3O, но, тем не менее, она имеет форму воды, и всё, но она уже, это не вода, ну, сырьё для такого специалиста, как Филоненко, он правильно выбрал, именно этот сырьё для того, чтобы сделать с неё какую-то горючую материал, вот. Конечно, конечно, мы опасаюсь, потому что, я не знаю, куда делают, допустим, в Украине, куда делают тяжёлую воду, куда девают, может, они её заливают, как многие у нас организации, которые выпускают, ну, там, какие-нибудь химические, или, допустим, там, кожу выделывают для того, чтобы им не делать очистные, там, такие... Я по запросу H3O нашёл какой-то гидроксони, это какой-то ион соединения протона с молекулой воды, так что, чё-то я не знаю, но я в химии вообще не шарю, поэтому не буду спорить. Дорогостоящие, и им канализацию запрещают свои отходы сливать, да, они их закачивают, делают скважину на тихоря на своей территории, и закачивают подземные воды, то есть недра земли, яды. Это страшное преступление, это... об этом почему-то власть молчит, об этом учёные молчат. Вот. Оно такое впечатление, что только мне это надо. Во всем святых, во всех писаниях пишется, что начнут люди дохнуть, как муки, тогда, когда будет вся... Всё, ребят, до 14 минуты мы досмотрели. Ну, собственно, если кто-то хочет именно, чтобы я... Можете сами либо досмотреть без меня, либо вот как бы додонатить на 9 минут ещё, чтобы это, как говорится, дополнить, да, полная версия, что была пожилой реакции, так сказать. Ну, вот какая-то тяжёлая вода, ядерный холодный синтез. Вот. Ну... Какая-то дичь. Дичь, дичь. Ну, такая-такая-такая-такая-такая-такая-такая-такая-такая-такая. Всё, собственно, спасибо за просмотр. Наверное, пожалуй, что вот эту часть видоса мы точно на этом заканчиваем. Ну, а стрим продолжаем.